Это не тот самый случай, во-первых, потому что никто не сомневается в эффективности и объективности работы избирательных комиссий. А если у кого-то такие сомнения есть, то есть и способ защиты своих интересов. Но дело даже не в этом. Дело в том, что, во-первых, скажу два слова про Единую Россию. Вы знаете, партия, которая много лет находится у власти, она всегда несёт на себе большой груз ответственности за всё, за все нерешённые вопросы, в том числе и даже, может быть, и за те, за которые она напрямую не отвечает. Люди вправе требовать и ждать эффективной работы, и они правы в этом. Но правда заключается также и в том, что Единая Россия является стабилизирующим элементом нашей политической системы. И почему на ней лежит такой груз? Можно, конечно, принимать какие угодно решения, как это было, скажем, в середине 90-х, когда все, всем всё обещали, и никто ничего не исполнял. Мы просто разрушали экономику, социальную сферу и бюджетный процесс. А вот когда нужно принимать ответственные решения, вот как решить вопрос с этим капитальным ремонтом? Что делать с ЖКХ? Как обеспечить, скажем, людей, нуждающихся в лекарственных препаратах достойным образом, по достойным ценам? Это всегда какие-то ведь компромиссы, понимаете? Всегда и 100%, конечно, невозможно удовлетворить эти запросы. Но, к сожалению, это везде так. Но везде так. Посмотрите в самых развитых странах, скажем, Европы. Посмотрите, там что, нет, там все довольны 100% медицины, что ли? Да нет, уверяю вас. Там все довольны образованием? Да тоже нет. Там все довольны, скажем, пенсионным обеспечением? Да проблем полно, везде полно. У нас их может быть больше, у нас они острее. Но мы ещё и должны поработать в этом отношении побольше, чем другие страны. Значит, вот в этом смысле роль Единой России, конечно, чрезвычайно важна. Но это совсем не значит, что у неё есть какие-то преференции. И более того, ну вот, скажем, были недавно выборы, ну где? В Иркутской области. Там претендент на должность мэра, на должность губернатора Иркутской области, представителя Единой России, в первом туре проиграл. Ну, не набрал нужного количества, точнее. Сколько не добрал? 0,3, там, 0,36%. Но уж если исходить из вашей логики, то уж подкрутить эти 0,3% труда большого бы, наверное, не составило. Нет, никто не подкручивал. И во втором туре он проиграл представителю КПРФ. В крупных городах-миллионниках, и в Екатеринбурге, там, в Новосибирске, ещё в некоторых городах. Вот недавно в Петрозаводске представители разных партий, разных, не Единой России, победили на выборах. То есть, о чём я говорю, что если люди, которые хотят проголосовать за Единую Россию или хотят проголосовать за другого какого-то кандидата, которого они считают более достойным, будут относиться ответственно к своим обязанностям избирателя, то мы получим ту власть, которую страна хочет. И поэтому я всё-таки поддержал бы тех, кто придёт, хочет прийти, собирается прийти на избирательные участки и проголосовать на выборах депутатов в Государственной Думе. Спасибо.